100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились в Крым. На полуострове ребят принял летний оздоровительный лагерь «Троянда». Он расположен недалеко от Евпатории. В группе 66 детей из Наринмара, 34 ребенка из населенных пунктов округа. Из Наринмоноса 9 человек, по 3 человека из деревни Щелина и поселка Красное. Больше всего сельских детей 19 из Харуты. Костя Батманов давно мечтал об отдыхе в Крыму. Позади холодная зима, учебный год, впереди солнце и море. Все для хорошего отдыха. Много друзей. И там, говорят, красиво. Крыму очень красиво. И Костя не ошибся. Место, где будут отдыхать дети, действительно красивое. Лагерь «Троянда» расположен в большом парке площадью 4,5 гектара у самого берега Черного моря. До воды немногим более 50 метров. А крепность за смену детям позволит правильное пятиразовое питание. Солнечные, морские и воздушные ванны. Представители Департамента здравоохранения перед отправкой детей побывали на месте отдыха и оценили условия проживания. У нас складывается некая традиция. Мы детей уже в этом году второй раз отправляем в Крым. И также это будет у нас Евпатория. Но учитывая опыт прошлогодний, потому что у нас в прошлом году Крым для нас был открытием, и мы до этого туда детишек наших на отдых не отправляли. Я специально в первой группе выезжал и исследовал предложения, которые могут представить. И вот сегодня тот контракт, который мы заключили по результатам торгов, я просто уверен, что качество отдыха будет намного лучше, чем было в прошлом году. Для более комфортного проживания детям из Наринмара выделили отдельное трехэтажное здание. В номере будет размещаться по три человека. Отдых детей продлится три недели. Вторая смена, а это еще 100 окружных детишек, вылетит 23 июня. В этом году из окружного бюджета на отдых и оздоровление детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, выделено свыше 5 миллионов рублей. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».